Приветствую вас! И у вопроса, который вы задаете, есть два аспекта. Первый аспект – это аспект морали. То есть с точки зрения морали можно говорить о том, что вы поступаете неправильно. Но как психолог я не могу говорить вам о том, что правильно, а что нет. Для психологии нет такого понятия. Есть другое понятие – нравится или не нравится. И если вам это нравится, если вы получаете росту удовольствия, если вы снимаете напряжение, то, конечно же, вам можно это делать. И для вас это неплохо. Именно с той точки зрения, что вы снимаете свое напряжение, что вы снимаете негатив, что вы плюскиваете его, и после этого вам легче, вам проще, вам радостнее. С этой точки зрения, конечно же, вы делаете все правильно и этим не вредите. Но! Есть момент. Этот момент заключается в том, что люди бывают разными. И если вы вот так вот с человеком поругаетесь, то он потом вам может отомстить. Есть люди, которые не забывают то, что им сделали. Плохо. И если на такого человека вы нарветесь, он может причинить вам вред. И со своей точки зрения, а если этот человек попадется, который свои права знает, или который будет их защищать, с этой точки зрения вы можете себе очень сильно навредить. Например, вы человека оскорбите, вы человека там обидите, вы эту энергию выплеснули, вам плечало, а он запомнил и обвинил вас в плевете. Особенно, если вы были свидетели. И тогда вам грозит суть. И это очень будет неприятно. Так что, если подобные моменты вас не беспокоят, или вы знаете, с кем связываться так, чтобы вам ничего потом не было, то ничего плохого в том, что вы выплескиваете энергию именно так негативную нет, конечно же. Другое дело, что если вы сами для себя считаете, то конфликты, в принципе, вообще-то говоря, неприемлемы. То есть вы понимаете, что довольно-таки некрасиво именно с вашей точки зрения, не с моей, не с точки зрения экспертов других, а именно с вашей. Если вы сами отдаёте себя счёт в том, что вы поступаете не очень хорошо, если внутри вас возникает противоречие, что вы эгоистично, например, поступаете, или довольно потребительски по отношению к другим людям, то тогда можно задуматься вот над чем. И это уже, как вы понимаете, второй аспект. А почему у вас генерируется негатив? Вот вы в своём сообщении пишите, что, значит, вам нужно выплеснуть негативную энергию. Вы чувствуете себя очень хорошо. Значит, откуда берётся эта негативная энергия? Что её порождает? Какие обстоятельства заставляют вас чувствовать её наличие? Да, вы от неё освобождаетесь. Да, вы нашли способ её реализовывать. И это хорошо. И вряд ли вам в рамках реализации нужна помощь. Вы нашли свой способ. Но если вы хотите, чтобы конфликтов вообще говоря в вашей жизни не было, то обязательно нужно пронаботать причиной возникновения подобной негативной энергии. Что-то в вас её вызывает, и у вас нет необходимых средств для того, чтобы самостоятельно с ней справляться. Она у вас копится, она мешает вам, и вы её выплёшкиваете. Да, это защитный механизм. Это правильно. Но также правильно и то, что другие люди не должны страдать от того, что у вас есть некоторые проблемы. И если вы этой точки зрения придерживаетесь, если вы считаете её справедливой, если вы считаете её правильной, то тогда нужно анализировать те обстоятельства, которые генерируют у вас негатив. Почему вообще говоря возникает негатив? Вот почему человеку нужно его выплёскивать? Почему в определённый момент времени количество негативной энергии зашкаливает? Да потому, что отношения людей вокруг нас, потому что наше мироощущение, наши внутренние противоречия не дают нам покоя, мешают нашей гармонии. Это означает, что тот факт, что вы испытываете потребность в реализации негативной энергии, говорит о том, что вы не находитесь в гармонии с собой. Она у вас отсутствует. Значит, нужно ваши ценности, ваши идеалы, стремления, ваши внутренние конфликты, ваши мысли, ваше сознание, грубо говоря, привести в общую гармонию, чтобы какие-то раздражающие факторы, например, вы осознали, осмыслили, где-то поняли причину, где-то поняли следствие, где-то грамотно оценили ситуацию и не воспринимали бы это всё как персональное оскорбление на вас. Есть только один вид негатива, который проявляется или выражается, накапливается так или иначе. Это негатив от усталости. Профессиональное выгорание, работа на износ, хроническая усталость. Вот на этом фоне негатив, к сожалению, естественный. Человек часто оказывается в таких ситуациях, и тогда это вопрос релаксов. Вопрос организации досуга, отдыха и так далее. А во всех остальных случаях необходимо разбираться с тем, что же мешает вам находиться в гармонии с собой. Человек, которому всё устраивает, человек, который счастлив, никогда не будет ругаться с другими людьми. Человек, который счастлив и находится в гармонии с собой, никогда не будет чувствовать негатив внутри себя. А значит, у вас есть либо неудовлетворённость, либо постоянный источник негатива, с которым вы ничего не можете поделать, и тогда вам не хватает осознания причин, или всё-таки какие-то проблемы с людьми, может быть, проблемы внутри вас, неуверенность, комплекс и так далее. И если вы хотите избавиться вообще от конфликтов в своей жизни, то нужно разбирать эти причины. И разобрав эти причины, мы сможем избавить вас от необходимости участвовать в конфликтах. Хотите вы этого или нет решать вам? Это подразумевает определённую работу со специалистом, определённый анализ, поиск раздражающих факторов, осмысление их, работу с ними. Возможна проработка чего-то детского, с чего всё началось. Возможна проработка самых первичных ситуаций, о ситуациях, когда у вас возникло подобное желание. Но так или иначе, у вас есть определённая зависимость. Чтобы получить заряд бодрости, вам нужно с кем-то поругаться. Возникает вопрос, а почему нельзя получить заряд бодрости, скажем, от тренировки, от позитива? И ответ на этот вопрос только один. Получается заряд бодрости от других вещей, и вам мешают внутренние блоки, которые и рождают негатив. Устранить эти блоки необходимо для того, чтобы вы жили без конфликтов. То есть конфликты, конечно, всё равно будут, но их количество будет минимальным, и вы точно не будете знать, что они происходят не по вашей вине. На этом всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если какие-то вопросы остались дополнительные, обращайтесь в личку, помогу вам. Я желаю вам принять верное решение. Я желаю вам принять такое решение, которое бы отвечало вашему желанию. Потому что, если, например, вы согласитесь на поиск негативных и раздражающих факторов, но без желания, ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому вам нужно самой хотеть этого. И если вы будете этого хотеть, то всё возможно исправить. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...